В современном мире, где шоу-бизнес ассоциируется с Кучей денег и амбиций, трудно представить, что человек, превращающий самые дорогие ткани мира в шикарное платье, способен вот так немного ежесь от зимнего ветра второй час к ряду рассказывать о своих шедеврах и звездах, которые их демонстрируют. Очень классная Эвелина Блёденс, такая воспитанная она, то есть интеллигентная женщина, прям очень приятно даже с ней работать. Не часто встретишь мужчину, который не только воспевает в женщинах умение владеть сердцами сильной половины человечества, но и дарит им главное оружие – сногсшибательный лук. Мой стиль, он уже, на мой взгляд, вырисовался. Это наряды вечерние для каких-нибудь светских мероприятий или красных ковровых дорожек. Что именно подтолкнуло бывшего танцора и на минуточку успешного предпринимателя и управляющего ночным клубом взяться за иголку с ниткой – уже неважно. Удивляет другое, как всего за пару лет. Он сумел одеть в свои платья таких барышень, как Маша Малиновская, Анна Семенович, Анастасия Волочкова или Аделина Сотникова. В этот длинный список входят самые топовые модели, певицы, спортсменки и телеведущие. Эти клиенты уже не спрашивают, где брать эти платья, потому что они знают, чьи это платья. Надо так нескромно сказать. Скромность вообще не в моде, если речь о платье, уверен Егис Шараян. Женщина создана для того, чтобы привлекать внимание мужчин и вызывать зависть у подруг. Я все делал для того, чтобы в моих нарядах любая девушка чувствовала себя какой-то принцессой или звездой. Не успел бренд молодого перспективного дизайнера эксклюзивных вечерних платьев от кутюр выйти на большую арену, как тут же был представлен на неделе моды эстет. С поразительной скоростью Егишу удалось превратить свои дебюты в яркие триумфы. И вот уже сама Волочкова готова терпеть причуды фотографов. Кто бы что бы там не говорил про нее, на самом деле я видел, как она трудится действительно, и мне на самом деле очень ее жалко. Сегодня дизайнер вплотную сотрудничает с начинающими и уже состоявшимися звездами российского шоу-бизнеса, которые обязательно становятся его постоянными клиентами, красуясь в нарядах от Шараяна, на красных дорожках, в клипах и на светских раутах. Это не будет какой-нибудь там пошлый наряд или будет слишком откровенный наряд. То есть это будет соответствующий наряд, и они мне в основном все полностью доверяют. Артисты капризные попадаются. Но мне кажется, у меня такой характер, что пока у меня получается сдружить и работать со всеми. Егиш из тех удивительных людей, которых даже дурнушки способны вдохновить на маленькое чудо. А уж когда есть, что подчеркнуть, как в случае с Анной Семенович, то тут не остановиться. Мы ей сделали одно платье, которое ей идеально подошло, и после чего у нас была съемка, и я ей говорю, Ань, я вечером, я говорю, сделаю еще два платья, привезу их как раз на съемку. Она говорит, ну мы же делали без примерки, это же все не подойдет. А она мне очень нравится, и как человек, и в принципе. И я привожу на съемку вот еще два платья, и она их мерит, и они сидят на ней идеально, она полностью довольна ими. Любуюсь россыпью камней, жемчуга, страз на шелке и бархате самого высокого качества, даже спросить страшно, как долго на эти произведения искусства копить. И вот тут даже гордость взяла за то, что не смогла справиться столица с грузинским радушем и рязанской скромностью. Рязанская моя скромность, понимаете, осталась, когда я в Москве говорю свои цены, у меня там просто все в шоке, говорят, ты что, дурак? Нужно все-таки более становиться каким-то, может быть, черствым, там, не знаю, или более строгим каким-то. Признаться, было страшновато предстать перед человеком, знающим толк в красоте и моде. Не хотелось ударить в грязь лицом перед представителем фэшн-индустрии. Ну, если что, мы вас тоже можем переодеть. Кто же откажется сменить скучный офисный наряд на платье от Шарояна, который, кстати говоря, напрочь лишен звездности и мании величия? По привычке сражает собеседников улыбкой, а вовсе не модными брендами. Джинсы мы в премьере вчера купили, они мне понравились, и я говорю, надо взять. Завтра эти коленки будут висеть на входе, и говорят, что они принадлежат Егешу Шарояну. На самом деле, когда пишут в таких изданиях, как Топ Бьюти или Шопен Гол, не так уж важно, сколько в статье отводится места для критики. В мире моды главное оставаться на виду. А сейчас, каждым днем, все больше и больше начинаю развиваться. Уже думаю о каком-то своем, может быть, производстве, потому что очень сложно срабатываться с людьми, с разными людьми. Хочется прийти в любое время и делать то, что ты хочешь. Оставим слово «модный» для глянцевых журналов, потому что сегодня модно продавать одно, а завтра другое. Он за стиль в любом его понимании, за лайфстайл, за красоту и за то, что выглядеть нужно так, как свойственно именно тебе. И совершенно необязательно иметь дикий мэйк под стать блестящему костюму. Большая ошибка всех девушек, что они с каким-то временем, когда достигают какого-то результата, они думают, что все. Но на самом деле нет, есть еще куда стремиться, и можно дальше усовершенствоваться. И самое главное, ухаживать за собой, хорошо одеваться. Стоит прислушаться, хотя бы потому, что именно самые модные дизайнеры одежды формируют пристрастие миллионов, хоть и не тратят время на прет-а-порте. У меня нет лекала, у меня нет ничего. Я прихожу к своей подруге и говорю, мы делаем вот так, вот так, вот так. И она там с третьей попытки понимает, что мы хотим делать. Артисты тоже не стоят на месте, им нужно постоянно что-то другое. И не каждый дизайнер может постоянно там даже изменить своему стилю там и сделать что-нибудь другое. Он не посвящает своих близких в особенности богемной жизни. И даже в свои 28 терпеливо, как и полагается любящему сыну, готов рассказывать маме о режиме сна и питании. Благодаря Егишу эта женщина получает горячие приветы от звезд чаще, чем сами представители звездной тусовки, в благодарность за модные аксессуары. Она, то есть на первых порах, только лишь она, можно сказать, так она меня поддерживала и помогала мне во всем. От шитья, да, и она верила в меня. И когда я вижу, что ее там какие-то ожидания оправдываются, мне это очень приятно. И я, конечно, ей очень благодарен. Сегодня эксклюзивные платья от Егиши Шараяна можно найти не только в столице. Они, как дорогая оправа, позволяют в полной мере раскрыть красоту и грацию современной леди. А вот распылять свой талант на мужчин и детей дизайнер пока не планирует. Так как у меня очень много друзей, у которых очень много детей, и в какой-то момент мы начали там что-то делать, но это было индивидуально очень и конкретно, то есть знакомым. Я считаю, что нужно делать одно дело, и хорошо, и если оно будет хорошо, то есть там, тогда можно еще за что-то браться. Однажды обозначив образ словами элегантности и благородства, он попал в десятку. Признание пришло от самых взыскательных звезд российского шоу-бизнеса. И это всегда риск, но появление русской моды в принципе уже настоящий феномен мирового масштаба. И для того, чтобы определять тренды, увы, иногда приходится чем-то жертвовать. На данный момент я занимаюсь только карьерой, и личную жизнь я как-то оставил на второй план. Возможно, лет через 10-15 за эти самые кадры будут бороться лучшие продюсеры, когда с Егишем Шарояном уже не погуляешь вот так запросто, не привлекая внимания прохожих. Поймав за хвост удачу, он понял, мечты сбываются у тех, кто уверенно идет им навстречу. Главное – соблюдать маленькое правило. Если что-нибудь расскажешь, то это не сбудется. Пока в плотный график, наряду с модными показами и бесконечными встречами, ему удается вписывать поездки домой, в Рязань. Несмотря на богемное окружение, он не забывает старых друзей. Я бы передал привет только, наверное, своей маме. Она обязательно будет смотреть эту программу. Она, в принципе, смотрит, кстати, вашу программу. Вот, и хочу передать привет. Мама, привет. Я тебя очень сильно люблю. Что ж, приятно было узнать, что суровый мир моды создают и такие лучезарно открытые люди, как Егис Шараян. Он сумел придать определению дорого и другой смысл, не имеющий никакого отношения к денежному эквиваленту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова